Сегодня у нас в гостях диетолог Диана Заверюха и, конечно же, доброе утро. Диана, доброе утро. Телезрители, вы, уважаемые, можете задавать Диане свои вопросы по телефону, который вы видите сейчас на экране, 236 95 37. А мы пока как раз начнем с того, что нас, наверное, с Алексеем волнует, как любого человека, потому что сейчас все носятся с этой темой кишечника и говорят, что именно в нем заключается наше здоровье и наша красота, будь ты девочкой или мальчиком. Правильное ли это утверждение? Действительно ли зависит красота от кишечника? Ну, если говорить именно относительно кишечника, кишечник – уникальный орган. Он стоит, наверное, на втором месте после мозга. Поэтому это очень-очень-очень важный орган, за его состоянием обязательно нужно следить. И действительно, по своему, еще раз повторю, функционалу, по своей сложности, он стоит на втором месте, еще раз повторю, после мозга, и сердце уже будет стоять следом. Поэтому это и здоровье, это и красота, это и правильный баланс работы организма. Ну, то есть и долголетие, да, к тому же, ко всему? Ну, долголетие. Неотъемлемая часть, да? Долголетие, да, потому что кишечник – это иммунитет прежде всего. А, вот с чего надо было начинать все-таки. Есть у нас звонок, да? Правильно мы поняли? Отлично. Давайте познакомимся. Доброе утро, как вас зовут? Доброе утро, Любовь. Любовь, очень приятно. Какой у вас вопрос к Диане? У меня вопрос к диетологу. Хочу узнать, вот в какое время суток лучше кушать арбуз? Сейчас как раз они пошли, их очень много продается. Кто-то вот говорит, мой муж говорит, нужно есть с утра прямо, как проснешься. Кто-то говорит, что нужно кушать его в течение дня понемножку. У кого-то, что вечером, наоборот, промывается все, кучки-то. Спасибо, Любовь, отличный вопрос. Спасибо большое, да. Относительно арбуза и относительно в том числе очистки кишечника, на самом деле именно арбузами часто-часто-часто чистятся. Ничего общего с работой кишечника арбуз абсолютно не имеет. Арбуз, Любовь должна признать, очень опасный фрукт, ягода. Это вода и сахар. 100 граммов арбуза, 5 столовых ложек сахара, которые в чистую усваиваются в кровь. И ничего относительно очищения кишечника этот продукт не имеет. А загрязнение печени, наверное. Здесь нет загрязнения печени, здесь есть яркий скачок сахара, здесь есть яркий скачок и нагрузка на сердечно-сосудистую систему. Поэтому, если мы едим арбузы, сейчас самый опасный сезон для диабетиков, для тех, у кого есть аллергические реакции, у кого есть проблемы с отеками, лучше от арбузов, в принципе, отказаться. Арбузы, если мы и потребляем, чтобы они хотя бы хоть как-то, ничего полезного в них нет, но хоть как-то компенсировать этот момент не больше 500 грамм арбуза, полкилограмма в первой половине дня и не каждый день. Очень важную тему мы подняли сейчас, но у нас есть еще один звонок. Давайте познакомимся. Как вас зовут? Доброе утро. Здравствуйте, меня зовут Ксения, я из Красноярска. Ксения, очень приятно. Сдавайте свой вопрос Диане. Вопрос по поводу, вот у меня проблема со стулом, и я боюсь привыкать к слабительным. То есть привыкнуть, вот что вы скажете по этому поводу, и не стоит ли мне бояться вообще? Спасибо, Ксюша, большое. Спасибо. Проблема со стулом, это очень серьезная проблема относительно своего опыта. Скажу, что через одного у людей возникают именно проблемы с плотностью стула. Не будем забывать, еще раз повторю, что кишечник – это очень сложный орган, и действительно, Ксения, правильно, что вы боитесь не то, чтобы привыкнуть к слабительным, да, а навредить слабительным. То есть кишечник уникален тем, что там живет огромное количество бактерий. Микрослора, да? Около полутора килограммов, если я правильно. 100 триллионов бактерий проживают в кишечнике, каждый миллиметр кишечника работает на формирование и правильное формирование работы организма. Соответственно, когда мы с вами применяем слабительное, если это чаи, которые содержат в себе и сено, и любые другие послабляющие травки, здесь очень важно понимать, за счет чего они работают. То есть они притягивают в кишечник воду, и за счет воды, ну, в любые пищи, очищающие чаи, да, идет очистка. Соответственно, мы обезвоживаем работу организма. Других органов. Да. То есть абсолютно правильно и очень важно понимать, что кишечник должен работать каждый день. Посмотрите, у нас идет бич и вспышки аллергических реакций, у нас идут вспышки онкологии, и все проблемы действительно растут с кишечника. Но поскольку это иммунитет, ну, грубо говоря, органы иммунитета. Не забывайте, пожалуйста, что так как это орган самый главный, после, еще раз повторю, мозга, мозг запрашивает вообще деятельность организма через кишечник. Если есть какие-то проблемы, то уже идет запуск, да, работы иных организмов. Кишечник нас подпитывает, подпитывает сердечно-сосудистую, и все-все-все системы. И поэтому я могу сказать по своему опыту, что если у человека есть проблемы с сердцем, аллергические реакции, как ни странно, лорапараты, да, там, допустим, неврологические, ортопедические, у них всегда будут проблемы со стулом, это действительно бич. Но бороться, искать методы решения для того, чтобы стул был ежедневным, очень важно. Я всегда своим знакомым пациентам всегда говорю о том, что не бойтесь прибегать к специалистам, потому что эта тема такая очень юркая, и ее все стараются ходить. Ну, все стесняются, да? Все стесняются. Все они молодец, что задавать этот вопрос. Ничего в этом нет, и это очень важно. Я всегда говорю, люди, которые плохо видят, носят очки. Плохо слышат, носят слуховой аппарат. И только люди, у которых проблемы со стулом, говорят, ну, ничего страшного, я хожу в туалет, там, раз в три дня, и для меня это нормально, это не норма. Мы должны ходить в туалет ежедневно, чтобы правильно подобрать очистку, то есть чьи-то самые минимальные. Ну, такое любительское, скажем, да? Любительское. Самое главное, Ксения, что вы не применяете клизмы, и это самое главное, потому что клизма вымывает всю микрофлору, которая накапала бактерии, которые поддерживают потом наш иммунитет. Одна клизма, не микроклизма, а действительно агрессивная клизма, вымывает пять лет микрофлоры. То есть в течение пяти лет мы дальше их будем насыщать, а орган, который получал питание за счет этой микрофлоры, будет потихоньку умирать. То есть мы будем лечить где-то там какие-то вспышки, какие-то уплотнения, не обращая внимания. А вы знаете, вот сейчас же очень популярно вот это там голодание, еще что-нибудь, они используют такую процедуру, как гидроколонотерапия. Это, грубо говоря, ну, я не знаю, это то же самое, что водопровод подключить к кишечнику. Это какая-то гигантская, я так понимаю, клизма. И люди, которые худеют, кстати, тоже этим очень часто пользуются. Очень часто. Что вот можно сказать тем, для того, чтобы хотя бы не злоупотребляли, или в каких действительно случаях она может быть показана и, ну, относительно полезна для кишечника в том числе? Она не может быть полезна ни в каких случаях. То есть это прямо вот запрещено. Ни в каких случаях. Это просто, ну, как бы это просто издевательство над организмом. То есть клизма где-то там, в самом низу тогда будет стоять, еще раз повторю, кишечник толстый, да, который, ну, и промывает данный вид процедуры. Это кладезь иммунитета. Это кладезь и закладка работы полностью всего организма. То есть мы берем, проводим энную терапию, промываем все в кишечнике, да, пусть там будут какие-то энные каловые массы в толстом кишечнике, которые выходят буквально с первым, с двумя походами в туалет. Все, что будет идти дальше, выходит... Это ваш иммунитет. ...здоровье и иммунитет. Диана, у нас есть звонок, давайте познакомимся. Доброе утро. Ну ничего, пока перезваниваете или дозваниваетесь к нам по телефону 236-95-37, мы зададим вопрос, который наверняка возникает и у наших телезрителей. Так как все-таки поддерживать свой иммунитет? Какие-то полезные советы и рекомендации нашим телезрителям? Для начала нужно прибегать именно к способам естественным. То есть, вернувшись к вопросу Ксении, да, чаи, подбор чая, если действительно до естественной процедуры не помогает, должен делать только специалист, учитывающий вашу... Ну, возраст, вес, там, все, состояние здоровья, да? Да. Но если не получается естественным путем, обязательно нужно обратиться к специалисту и найти пути решения, потому что, еще раз повторю, это очень важно. Относительно естественных способов, это, главное, не сода. Тоже есть такой фетиш. Сода по утрам столовыми ложками убивает тоже все, в том числе и желудок, и все остальное. Это вода. Начинаем пить воду. Чистая, обычная вода, да? Да, начинаем мы с воды. Очень шикарно помогает кружка горячей воды, то есть не теплой, не комнатной, а горячей воды с утра, прям хорошим стаканом, можно 300 миллилитров. Иногда здесь очень безопасно, как ни странно, применение, но тоже можно проконсультироваться с специалистом, самой обычной фолиевой кислоты, либо самой обычной, там, угля активированной, которая запустит процессы переваривания, запустит процессы работы желудка. Соответственно, можно выпивать кружку горячей воды для запуска утром и кружку горячей воды вечером. В течение дня мы пьем обязательно воду. Хотя бы с таких элементарных правил нужно начать. А вот, кстати, знаете, есть еще один миф, что капуста и яблоко тоже, ну, вот такие, типа, естественные очистители. Это правда или нет? Ну, вот так коротко. Капуста и яблоко, да, потому что они достаточно. Но если мы яблоко возьмем зеленое, одно но, что капусту, главное, чтобы были элементы переваривания, чтобы не было брожения, потому что брожение – это тоже проблема с кишечником. И это, если мы едим капусту, у нас идет брожение, либо газообразование, это не повод отказаться от капусты, а повод решит, почему это происходит и какой орган в данный момент времени, да, желудочно-кишечного тракта ведет организм в дисбаланс. Ну, такой этот. Диана, у нас есть звонок, давайте послушаем. Доброе утро. Здравствуйте. Здравствуйте, как вас зовут? Да, здравствуйте, меня зовут Оксана, я из Красноярска. Вот у меня такой вопрос к диетологу по поводу молочных продуктов. Многие специалисты рекомендуют отказаться от молочных продуктов, ну, когда там тебе за 25, там, к 30, якобы вот они именно в кишечнике не усваиваются. Вот я бы хотела спросить, правда ли это, и как быть без молока. Ваше мнение. Да, по поводу лактозы и лактозосодержащих продуктов, наверное. Молочные продукты, это очень интересные продукты относительно работы желудочно-кишечного тракта, как ни странно. Молочные продукты я тоже рекомендую кушать далеко не всем. Если есть, Оксана, какие-то гормональные изменения, если есть проблемы с лишним весом, если есть какие-то новообразования, то действительно от молочки лучше отказаться. Но даже не потому, что она не усваивается в кишечнике, а потому что молочка достаточно мощно грузит поджелудку, и отсюда уже идут проблемы. Молочные продукты очень сильно любят инсулин, ну, гормон поджелудочной железы, да. И вот здесь как раз таки, если есть проблемы со стулом, но при этом вы знаете, что у вас есть там лишний вес, какие-то гормональные изменения, там, кисточки и так далее, в гинекологии, в груди и так далее, то от молочных продуктов, совершенно верно, после обеда нужно отказываться. И как раз таки тот стакан кефира на ночь принесет больший вред и больший набор веса не после 20. После 20 до 30 мы еще с вами молоды, красивы. Отличный вопрос задала нам Оксана. Спасибо вам большое, но также говорим огромное спасибо нашему очень компетентному диетологу. Была у нас в гостях Диана Заверюха. Ну, а мы с вами переключимся на не менее важную информацию. Впереди у нас реклама.